С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Цикл абонементов «Астана-Опера» представляет, продолжает радовать своих слушателей. В театре прошел музыкальный вечер под названием «Русский классический романс». Подробности в следующем сюжете. На этот раз в камерном зале солисты театра исполнили камерную музыку Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Великие композиторы дали новое наполнение форм русского романса, в котором огромную роль играют интонации и паузы. В сегодняшнем вечере вообще задумка сегодняшнего вечера родилась давно. Спеть концерт классического русского романса. Из-за потребности, вы знаете, попеть, поиграть, исполнить такую музыку. Поэтому мы, как бы можно сказать, в «Астана-Опера» первые ласточки в этом направлении. Романсы Рахманинова по своей популярности ничем не уступают его фортепианным произведениям. Для композитора романсы были областью выражения лирических чувств и настроений. А романсы Чайковского отличаются яркостью интонации и богатством фортепианной партии. Со сценой в этот вечер прозвучала вокальная камерная музыка в исполнении ведущих солистов театра «Астана-Опера» Медета Чутабаева, Талгата Мусабаева, Дины Хамзиной, Булата Исимханова и Жупары Габдулиной. Камерный жанр существует в Казахстане очень давно. Много концертов проводилось раньше. Наши выдающиеся казахстанские оперные певцы давали в своё время концерты в камерном жанре. Поэтому не могу сказать, что камерный жанр как явление в Казахстане не существует. А вот мы, молодые исполнители, являемся последователями. Зрители услышали романсы, которые ранее звучали очень редко, и исполнение которых под силу лишь оперным профессионалам. Как отметила художественный руководитель оперной труппы театра «Астана-Опера» Гюзель Хайбулина, организаторы постарались воссоздать атмосферу салона с рафинированной культурой, наполненной сложной философской мыслью классических романцев. Представляем вам людей и знаковые события, которыми отметилась культурная жизнь Казахстана в этом месяце. Шурас Рыбаев, доктор филологических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки КАСССР. Родился в Ташкенте в 1925 году. В 1950 окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности филолог-языковед. В 1979 году защитил докторскую диссертацию по теме «Казахская региональная лексикография». Является академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, Академии естественных наук Казахстана. В советские годы являлся заместителем директора Института языкознания Академии наук. С января 1995 года главный научный сотрудник Института языкознания Национальной академии наук Республики Казахстан. Награжден орденами Курмет Парасат. Носит звание заслуженного деятеля образования Республики Казахстан. И в заключении выпуска афиши культурных событий Казахстана на завтра. Академия кино и телевидения отметится выставкой «Объектив Алматы-2013». Экспозиция «Наполеон. Жизнь и легенда» порадует гостей столичного Дворца независимости. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Культура». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok